В США, когда вы хотите кому-то пожелать удачи, вы можете сделать так и сказать «Я за тебя скрестил пальцы». Но во Вьетнаме это означает совсем другое. Вы тем самым назовете его Сукиным сыном. Сегодня, друзья, я расскажу о 10 жестах, которые могут оказаться оскорбительными. Я пошел в свой университет в Техасе, в котором я защищал свою диссертацию, и вспомнил, как мы выиграли наших противников Винс Йонг, и я решил показать козу. Если вы рокер, то вам тоже знаком этот знак, который означает «рок-он». Но вы можете не знать, что этот знак еще называется «корна». И в 1980 году у нас было много случаев, когда фанаты козы были арестованы в Италии. Они думали, что показывают козу, но по факту они показывали всем итальянцам вокруг, что они спали с их женами. Согласно моему исследованию, этот знак является оскорбительным в таких странах, как Мексика, Португалия, Испания, Франция, Греция, Бразилия. Кстати, было бы хорошо, друзья, пока я рассказываю об этих знаках. Если какой-либо из них является оскорбительным в вашей стране, пишите в комментариях. Далее у нас идет собачка. Ты выставляешь свой указательный палец и начинаешь его сгибать, тем самым звать к себе как собаку или другое животное. Что смешно, я видел сотни раз, как родители таким жестом зовут к себе детей. А оказывается, что в Филиппинах это очень дурной тон так показывать человеку. Потому что ты его приравниваешь к животному. Для следующего я покажу вам семейное фото. Это фотография моей дочери Арианны. Я люблю эту фотографию, это наша семейная. Но вдруг моя жена заметила и сказала мне посмотреть на жест, который показывает дочка. Я сам сперва не заметил, но потом понял. Этот жест рукой известен как фига. Этот жест оказывается оскорбительным в славянских и тюркских культурах. Имеет смысл, ведь моя жена украинка. Он происходит из древнего Рима. Им пользовались мужчины. Глава семьи, чтобы отогнать злых духов. Также он еще означает сексуальное соитие, ну или спаривание. У римлян это также было связано с сексом. Сегодня он используется, если вы хотите отказать на чью-либо просьбу. Если кто-то вас спрашивает о чем-то, вы просто показываете ему фигу. Так что если вернуться к фотографии моей дочери, то становится понятно, что она говорит «Знаете, я не хочу фотографироваться». Далее у нас идет знак «Окей». В Штатах это означает, что все в порядке. Но вот в Бразилии это означает анус, а точнее вас так обзывают. И есть такой случай, когда в одной школе пришлось перепечатать все школьные альбомы, потому что ученики на фотографиях показывали знак «Окей», что на самом деле являлось оскорбительным. Это стоило школе 54 тысячи баксов. Важно знать, что этот жест стал ассоциироваться с экстремистскими. Далее у нас идет Модзо «Говори с рукой». В Греции это настолько же оскорбительно, как в США средний палец. Этот жест также сопровождается такими вот выражениями «Держи, пошел ты, на тебе». А еще более оскорбительно – это когда показываются две руки и ими хлопают. Далее у нас вилка. И скажу прямо, я часто использовал этот жест в своих видео. Но оказывается, что я не нарочно оскорблял людей. Выходит, что в Англии, Новой Зеландии, Австралии – это сродни среднему пальцу. Убедитесь, что вы показываете вот так. Следующий оскорбительный жест пришел к нам с Ближнего Востока. Вы берете вашу руку, соединяете все пальцы в одной точке, затем берете другую руку и выставляете указательный палец и делаете вот так. И вы таким образом говорите человеку, что у него пять отцов. Почему же пять отцов – это оскорбление? Потому что если посмотреть, это было бы круто, столько плюсов. Но если посмотреть с другой стороны, то они имеют в виду то, что твоя мама была шлюхой. Если кто-то оскорбит мою мать, я кину в него обувью со всей силы. Что является еще одним оскорбительным жестом, если вы в другой части мира. Если вы оказались в Мексике, Южной Америке или других испаноговорящих странах, то вам стоит остерегаться Эл Тукано. Это когда вы сгибаете правую руку, вот так вот, затем левой рукой вы хлопаете по локтю три раза. Оказывается, что локоть ассоциируется с жадностью. Так что если кто-то вас называет локтем, то он имеет в виду, что вы жмот. Ну а если вы оказались на Ксандор или другой территории, контролируемой новой армией, то вот этот знак означает примерно то же, что и в США – пошел ты нах**. Так что лучше не показывайте его. Какое видео смотреть дальше? Как насчет ошибки в стиле, которые каждый мужчина должен прекратить совершать? Сколько ошибок допускаете вы? Узнаете, посмотрев это видео. Ссылку я оставлю в описании.